Слава нашему Господу! Вы знаете, сегодня такое хорошее, благоприятное время. Я очень люблю Дом Божий, я очень люблю молитву. Вы знаете, если посмотреть вообще всю историю Библии, всё начиналось с молитвы. Первая человеческая история, она начиналась с молитвы. Когда Адам ходил с Богом, он беседовал с Ним, это было молитвенное время. Израильский народ, он начал свою историю, когда он перешёл через Чёрное море, и Бог им заповедовал. Первое, что заповедовал это Бог, он заповедовал построить святилище, дом молитвы. И поэтому он призвал израильский народ, чтобы они стали царственными священниками. Вы знаете, кто ещё у нас? Давид установил круглосуточную молитву в Скинии. Иисус, Он начал своё служение с молитвы в пустыне и заканчивает молитвенном собрании в Гефсиманском саду. И даже новая церковь, она в деяниях началась с молитвы в Светлице. Поэтому слава Богу! Вы знаете, слава Богу, что у нас есть такая привилегия, как у верующих это молиться. И вы знаете, наверное, только в молитве можно прикоснуться к небесам, можно прийти к Божьему престолу, потому что написано, что небеса — это Божий престол, а земля — это подножие Его ног. Вы знаете, как великий наш Господь! Слава Ему, Господу! Поэтому мы кратко помолимся за это служение. Господь, мы просим Тебя, Святый, чтобы Ты благословил это время, Господь. Наполни своим присутствием Твой Дом Божий, Господь. Пусть Твоя милость, Господь, она пребудет над каждым. Господи, пусть это семя, это Слово, оно будет посеяно в добрую почву, Господь, которая принесёт множество плода и в Царство Божье, и в нашу жизнь. Аминь. Слава Господу! Вы знаете, сегодня тема, я назвала тему, такую Бог положил на сердце, у нас такие очень серьёзные темы, и пастырь читает, и служителя, поэтому слава Господу! И я назвала свою тему «Мотивы Твоего сердца». И давайте, наверное, начнём со Слова Божьего. Мы откроем притчи, 4 глава, 23 стих. Притчи, 4 глава, 23 стих. И в нём написано «Больше всего хранимого храни сердце своё, потому что из него источники жизни». И слава Богу! И поэтому я из-за интереса просто пошла, взяла словари, есть такие словари, которые объясняют и дают нам большее понимание слова. И я прочитала, что ещё, какие слова есть к слову «хранить». «Хранить» — это есть беречь, оберегать от опасностей и вреда, стеречь, защищать, охранять, не забывать, помнить, заботиться, содержать в себе, внутри себя, соблюдать. Вы знаете, слава Богу за тех людей, которые занимались, ложили труды, это их словари, для того, чтобы пришло большее понимание, чтобы мы больше понимали и значение этих слов. И мы, когда это я прочитала, мы поняли, что слово «хранить» вообще обозначает, такое понимание приносит, это какое-то действие. Это действие. Есть, вы знаете, есть Божья работа в нашей жизни, и есть наша часть, наша работа, которую должны сделать только мы. Её никто не сделает вместо нас, ни Бог, ни люди. Поэтому, и вы знаете, в Слове Божьем Бог очень часто и употребляет это слово «хранить». Он нам заповедывает хранить своё слово, свои заповеди, свои истины, свои откровения, чтобы мы хранили. И Он нам ещё повелевает, чтобы мы себя хранили в чистоте и святости. И Бог, Он не только требует от нас, чтобы мы что-то хранили, но, вы знаете, Он и говорит и о себе. Он говорит, что Он будет хранить заветы свои, и будет хранить милость свою. Он будет хранить пути наши. Он будет хранить пришельца. Мы пришельцы на этой земле. Он будет хранить твёрдых духом. Он будет хранить простодушных. Он будет хранить всех, кто любит нашего Господа. Слава Богу! Поэтому, если Он нам даёт какие-то повеления, что нам нужно хранить своё сердце, хотя в притчах написано, что мы должны его хранить, потому что из него исходят источники жизни. Интересно, если из сердца изливается такое хорошее, так что мы должны ещё? От чего мы должны оберегать своё сердце? И вы знаете, давайте откроем. Марка, 7 глава, из 21 стиха. Мы прочитаем, что есть вещи, которые действительно нам нужно хранить, чтобы не повредить наше сердце, не повредить нашу жизнь. И здесь написано, «Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимства, злоба и коварства, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость и безумство». Можно даже сказать эти стихи одним словом, что осквернение человека начинается с сердца. Потому что сердце — это то, можно устами говорить много, можно улыбаться, но то, что на сердце, этого скрыть нельзя, потому что придёт время, когда оно покажет. Оно покажет, кто есть кто. Поэтому сердце — это наша территория, которую нужно охранять. И наша задача — охранять сердце от всех этих вещей, которые здесь написаны. И тогда вопрос, как мы справляемся с этой задачей? Как я справляюсь с этой задачей? Что мы впускаем в сердце? Что мы допускаем в сердце? Что исходит из нашего сердца? Какие мотивы нашего сердца по отношению к тем людям, к окружающим, к тем людям, которые стоят возле нас, к тем людям, с которыми мы живём? Страх. В нашу жизнь приходит очень много вещей. Может быть, здесь такие вещи написаны, что мы не допускали в свою жизнь. Но я думаю, что в жизнь каждого человека приходят страхи, сомнения какие-то, разочарования. Это то, что может встречаться чаще всего на нашем пути. И поэтому наша задача, конечно, не допускать этих вещей и не допускать его в сердце, чтобы эти вещи не овладели нами. Поэтому, знаете, самый лучший пример, который может быть, это посмотреть библейский пример. То есть на Библии там мы уже видим и начало, и видим продолжение, и даже Бог нам написал специально, чтобы мы видели конец этих всех вещей. Поэтому все знают великого Мужа Божьего, это Моисея. И вы знаете, я в последнее время почему-то Бог ложил на сердце, я изучала, и уже как-то приходит, наверное, время, когда ты начинаешь по-другому смотреть на жизни этих людей. Поэтому давайте мы откроем Исход, третья глава. Исход, третья глава. И мы почитаем кратко с первого стиха. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню, и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня и среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста, и сказал, Моисей, Моисей, он сказал, «Вот я». Мы пока на этом стихе остановимся. И вы знаете, какая интересная история. Моисей, он был обычным, я даже могу сказать, грешным человеком. Почему? Потому что, посмотрев историю раньше, мы знаем, что он совершил убийство, человека-убийство. И он, я вам хочу сказать, мы тоже в этом мире много чего делали непотребного. мы тоже были грешными, были обычными людьми. И тут даже написано, что Моисей, он пасовец, он делал свою обычную работу. Вы знаете, мы тоже в своей жизни мы делаем свою обычную работу. Кто-то ходит на работу, кто-то воспитывает детей, кто-то женится. То есть обычные, обыденные дела есть. И написано, что явился ему Ангел Господень. Вы знаете, я считаю, что в наше время может явиться Ангел Господень. Это через какого-то человека, который приходит, или знакомый, или который, может быть, вот как Олег у нас любит евангелизировать, приходит и начинает что-то нам рассказывать, начинает что-то нас в чём-то заинтересовывать, приносить какую-то информацию. И мы слушаем её. То есть наше сердце, оно открыто и принимает. И третий стих. Моисей сказал, «Пойду и посмотрю». То же самое происходит и у нас. И вообще слово здесь «пойду» обозначает «свернуть в сторону». То есть мы жили обыденной жизнью. Мы встретили человека на своём пути, который нам что-то рассказал про Иисуса, про церковь. И нас это заинтересовало. И что мы говорим? «Пойду и посмотрю». И мы приходим в Дом Божий. Мы приходим в Дом Божий и стоим здесь. Пришли, что здесь происходит? И вы знаете, Господь Он видит, потому что Он сказал, и Господь увидел, что Он идёт. И Господь увидел, что мы, как и все, когда-то пришли сюда. И Он нас назвал по имени. И Он нас призывает и говорит, выйди ко мне. И когда здесь стоит служитель и говорит, что кто пришёл первый раз, поднимите руку, Бог его призывает. И мы приходим, и мы выходим. Да, вот казалось бы, такая история древняя, но как она похожа иногда к нашей жизни. И что самое интересное происходит здесь? Бог, Он начинает работу с нашим сердцем в Доме Божьем, когда мы пришли. Он на наш путь посылает наставников, людей, которые молятся за нас, которые помогают нам в этой жизни, учат нас даже жить уже с Богом. Мы слушаем, приходим здесь, здесь стоит пастырь, мы слушаем его проповеди. И это всё, оно наполняет нас. И это всё происходит, работа над нами, в нашей жизни. Бог работает с нашим сердцем. Давайте ещё, знаете, перевернём страничку. И что говорит Бог Моисею? Десятый стих. «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». И что происходит? Приходит время, когда мы уже не такие, как мы были раньше, уже мы напитаны Словом Божиим. Наш человек, он возрос, он знает, у него есть знания, которые Бог наполняет и в этом Доме Божьем кормят. И Бог обращается к нам и говорит, «Пришло время, тебе нужно начать служить. Тебе нужно идти к людям, потому что Бог говорит, что посмотри, сколько в мире греха, грешных людей, они нуждаются в спасении. И им нужен человек, который будет об этом говорить». И у нас в церкви то же самое. Приходит время, и когда нам служителя, пастырь с кафедры говорит, что, послушайте, нам надо уже служить. И самое интересное, мы читаем одиннадцатый стих, что произошло с Моисеем. И кто-то может даже узнать себя. Моисей сказал Богу, «Кто я?» Когда к нам приходит такой вопрос, такое предложение, что нам нужно служить, нам нужно идти и людям говорить о Христе, нам нужно идти проповедовать, молиться за людей, рассказывать людям, и сразу «Кто я?» «Кто я?» И вы знаете, даже очень много в нашей жизни происходит таких вещей. Тринадцатый стих почитаем. «И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог Отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как имя Ему, что я скажу». Это рассуждение наше. Когда нам что-то говорят сделать, вы заметили, это театр одного актёра. Мы спрашиваем, мы отвечаем, мы отвечаем, и отвечаем не за себя, за кого-то. У нас происходит целый монолог в нашей голове. Мы уже пришли, мы уже ушли, нас кто-то отправил, на нас не так посмотрели. Это рассуждение. Но Бог, Он настолько верный, Он в двенадцатом стихе говорит, «Я буду с тобою, не бойся, и вот дам тебе и знамение, что Я послал тебя. И ты выведешь народ из Египта, из этого мира, ты приведёшь им в дом святилища, в мой дом, и это будет тебе знамением, что они здесь будут». Аминь. Кто-то узнаёт себя, там уже тебе руки не поднимать. Я могу первое поднять. Поэтому слава Богу. И поэтому приходит к нам очень много сомнений после того. И мы даже находим, наверное, тысячу причин, чтобы этого не делать. И мы Богу об этом говорим. Почему? Потому что приходит, что первое приходит? Это страх в нашу жизнь. Это приходит сомнение. А как я пойду? А что я скажу? А что я буду делать? Хотя Бог, Он настолько верный. Он говорит, «Я не оставлю тебя. Я буду с тобою. Я люблю тебя. И я хочу дать тебе даже самое лучшее». И вы знаете, самое лучшее — это то, что Бог имеет. Это восьмой стих в этой третьей главе. «В землю хорошую и пространную, где течёт молоко и мёд». Я хочу тебя вывести. Я тебя хочу вывести из рабства. И Бог не просто хочет нас вытолкнуть идите в неизвестно куда, а Он нам предлагает самое лучшее. Он говорит, «Послушай, я тебя отправлю в землю, самую хорошую, где течёт молоко и мёд, самое сладкое, вкусное мёд и самое насытное молоко». Поэтому слава Господу за нашего Бога. И давайте посмотрим по этому. Когда нам говорят что-то, мы должны что-то сделать. Мы должны принять решение. Мы должны сделать какое-то действие. Давайте ещё посмотрим на этой страничке. это глава четвёртая с десятого стиха. Что мы ещё в своей жизни можем сказать Богу? Мы, наверное, можем даже свои физические недостатки Ему показать. И десятый стих написано. «И сказал Моисей Господу, «О Господи, человек я неречистый, и такой был и вчера, и третьего дня, и когда Ты начал говорить с рабом Твоим, я тяжело говорю, я косноязычен, да я не знаю, что сказать, да я не узнаю, что говорить». Но вы знаете, одиннадцатый стих мы читаем. Господь сказал, «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь?» Он ещё ему показывает, что даже Твои физические недостатки, они для меня не имеют значения. «Итак, пойди, я буду при устах Твоих и научу Тебе, что говорить. Не переживай, что Тебе идти говорит. Послушай, Ты уже в этом доме столько слышал, что Ты столько знаешь, что Ты уже готов. Бог видит, что Ты уже готов. И Он подтверждает это, и Он говорит, и утешает Тебя. Но Моисей сказал, «Господи, пошли кого-то другого». Как и у нас, говорит, «Ну почему я? Ну пошлите другого». Он и говорит хорошо, и Библию знает, и молится хорошо. Это, вы знаете, Моисей, это можно назвать, он пререкается с Богом. Слава Господу! Но Бог любящий. Вы знаете, Бог очень любящий. Он любит нас. Он даёт нам силу, Он даёт нам смелость, Он даёт нам дерзновение, Он укрепляет нас, Он укрепляет нас в наших немощах. И мы принимаем решение, и мы принимаем решение, что мы будем идти и служить Ему. Будем служить Ему своими дарами, своими талантами. И Бог нас отведёт в обитованную землю, которую мы сможем преодолеть и войти в неё. Потому что Бог, Он верный. И Он сказал, что Он никогда, никого не покинет и не оставит во имя Иисуса Христа. Слава Богу! И, конечно, когда мы идём на Божью Ниву, на Божий путь, который Он нас посылает, нам на пути встречается очень множество людей. Много очень встречается людей. И вы знаете, на этом пути, наверное, самая тяжёлая работа — это работа над собой и над своим сердцем. Потому что мы не идём на эту Божью Ниву перевоспитывать кого-то. Мы идём завоёвывать сердца для Иисуса Христа. Поэтому это наш труд. Есть Божья работа, но есть и наша работа, которую вместо нас никто, ни Бог, ни служитель, ни лидер, ни пастырь, ни тот человек, который возле вас Он не сделает. Слава Богу! И вы знаете, если мы дальше, давайте мы посмотрим на жизнь Моисея, то мы можем для себя вынести, что-то очень ценное и применить это в своей жизни. Я знаю, что тут люди, читающие Библию, и если посмотреть всю вот эту историю, когда Моисей выводил израильский народ из Египта, вы знаете, сколько раз Бог хотел, Бог хотел уничтожить израильский народ. Но давайте посмотрим на Моисея и на его сердце, на истинные мотивы сердца служителя, которого избрал Бог. Я вам хочу сказать, тот, кто сидит здесь, вы избранные Богом. И Слово Божье говорит, что вы народ, взятый мой удел. Поэтому давайте откроем Исход 32 глава. Исход 32 глава. И здесь мы тоже уже не раз слышали эту историю, мы слышали эту историю, и здесь многие, и пастырь говорил, это когда Моисей взошёл на гору и был 40 дней, чтобы получить скрижали, чтобы получить скрижали, народ израильский сделал себе золотого тельца, быка. И начал, не дождавшись Моисея, то есть они не пришли к Богу, не спросили, где наш Моисей, которого ты нам дал. Они сделали, пошли своим, свернули в сторону, пошли своим путём. И поэтому Бог, когда Моисей был на горе, Он говорит, Моисей, иди быстренько спускайся, потому что там народ уже настолько развратился, что он даже жертвы приносит этому быку. И вы знаете, казалось бы, ну кто виноват? Ну кто виноват? Люди, которые приняли решение, правильно? Приняли решение. Бог же, Он уважает, Он же любит свободу воли. Есть Божья воля и есть человеческая воля. И если человек принимает свою волю, своё решение, то даже Бог не властен над ней. Поэтому Бог, Он что? Он сказал, что Он хочет уничтожить этот народ. Поэтому Моисей, причём не просто уничтожит, Он говорит, что они уклонились от Моих путей, они знали Мой путь, потому что Я им об этом говорил, и они уклонились. И давайте с 9 стиха, 32 глава, с 9 стиха. «И сказал Господь Моисею, Я вижу народ сей, и вот народ, он жестоковынный». Он не просто народ, который гуляет и приносит это жестоковынный, это касается сердца этого народа. Это не просто слова, не просто действия, а это жестоковыны, это сердце, оно ожесточилось. Но вы знаете, меня здесь и вообще поражает это отношение Моисея к этим людям, его отношение. И мы читаем 11 стих. «Но Моисей, он стал умолять Господа Бога своего и сказал, да не воспламениться, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской, силой великою и рукою крепкою». И там дальше. Это ходатайственная молитва. Послушайте, он не стал просто, ну, Господь, помолимся, пусть будет Твоя воля. Воля Божья была уничтожить этот народ. Но истинные мотивы сердца Моисея он умолял. Во Второзаконии в 9 главе написано об этой истории, что он умолял Бога 40 дней и 40 ночей. Заметьте, перед этим он был в посту 40 дней и 40 ночей. И придя, увидев, он не просто молился за этих людей и просил Божьей воли. Он стоял и умолял Бога за этих людей. И Бог, конечно, услышал его. Слава Богу! И вы знаете, это было очень много раз. Это не только один раз было, когда Бог хотел уничтожить израильский народ за непослушание, за ропот. И поэтому я, когда увидела 32 стих этой главы, я вообще сказала, Господи, я тогда не понимаю Моисея. 31 стих. И возрастился Моисей к Господу и сказал, о, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого быка. Он Богу, который Моисей был еще на горе, не знал, что произошло, но Бог уже знал, что произошло. Моисей приходит и говорит, что они сделали грех быка. И тут сердце Моисея, его мотивы. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, которую ты вписал. Я вообще была ради людей грешных. Моисей, он готов, чтобы его имя оно было стерто. Вы знаете, если сказать сейчас, если Бог стирает из книги жизни имя, этот человек конкретно он идет в ад. И Моисей ради этих грешных людей был готов на это. Меня, конечно, я когда столько раз считала, ну как-то Бог настолько, слава Богу. И вы знаете, я теперь понимаю, почему Бог избрал Моисея. Именно Моисея. Потому что он смотрит на сердце. И вы знаете, он так же сам прямо сейчас смотрит на наши сердца. Слава Богу. И давайте еще посмотрим одну историю тоже про Моисея. Но тут уже не касается народа, тут касается близких отношений, кровных. Давайте откроем числа 12 главу. Числа 12 глава. у Моисея был брат Аарон, и он был родной брат Моисея, и он был старший, и была его жена Мариам. И вы знаете, и второй стих говорит, здесь открывается зависть сердца. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? Вы знаете, они завидовали Моисею. И вы знаете, что произошло? И услышал сие Господь. Бог все слышит. то, что мы говорим о близких. Бог слышит то, что мы говорим о слушателях. Бог слышит, что мы говорим о ком-то. Послушайте, Он все слышит. И вы знаете, когда у людей нет страха Божьего, происходят такие вещи. Поэтому возлюбленные, молитесь, чтоб в вашей жизни был страх Божий. Это не страх трепета, это тот страх, который поможет вас, он сохранит вас от греха, он сохранит вас от тех слов, которые не нужно говорить, он сохранит вас даже от мыслей, потому потому что Бог он не только слышит, но он знает наши потаенные мысли. Ну вы знаете, и здесь опять коснемся Моисея. Казалось бы, они согрешили. Бог их призвал, он позвал, говорит, подойдите ко мне, и он наказал, он наказал Мариам. Вы знаете, сам Бог, он здесь воспламенился своим гневом. Но мы же знаем, что Бог, он судья праведный. Правильно? И это же по справедливости. Ну давайте посмотрим истинные мотивы сердца Моисея. 13 стих. И возопил Моисей Господу, говоря, Божий исцели ее. Возопил это не просто молитва. Возопил это крик и боль твоего сердца. Это то, что находится у тебя в сердце. Вы знаете, я вам это говорю не для того, чтобы я вам это говорю для того, вы знаете, чтобы мы чаще, наверное, исследовали свое сердце, то, что в нем находится, какие мотивы нашего сердца, что исходит из нашего сердца, кто мы? Кто мы? защитники или судьи? Каковы мотивы, истинные мотивы нашего сердца? И вы знаете, я вам хочу сказать даже секрет Моисея, почему он был такой и Бог его избрал. В этой же 12 главе 3 стих он говорит, Моисей же был человек кратчайших из всех людей на земле. И 7 стих говорит, но не так с рабом Моим Моисеем, он верен во всем дому моему. Две вещи, кротость и верность дому Божьему. Да, мы грешные, мы грешные люди, мы можем кому-то что-то сказать неправильно, мы можем по отношению к кому-то поступить неправильно, мы можем честно сказать, даже обидеть кого-то, но слава Богу, за нашего Бога, к которому мы можем прийти и попросить прощения. Мы можем попросить прощения у человека, которого обидели, если у нас хватит смелости. да, мы грешные, потому что большую часть своей жизни здесь многие прожили без него, без Бога. Но Бог сказал, что Он нас не оставит, и мы здесь, на этом месте, в этом доме, мы учимся. как жить. Мы не хотим, наше решение, мы не хотим жить так, как жили раньше. Мы стремимся, мы изменяемся, мы, может быть, что-то не понимаем, не всегда получается, мы несовершенны, потому что совершенство это процесс всей нашей жизни, но мы стараемся. И мы стараемся поступать по истине, которую нас учит Бог, пастырь, который здесь поставлен в Доме Божьем, каждый человек, который служит здесь, на этом месте, мы стараемся. И это работа над нашим сердцем. Это самая тяжелая работа. Работа над самим собой, над своим характером. Да, это тяжелый труд. Бог нам поможет. Нам нужно только почаще, вы знаете, только почаще заглядывать в Слово Божье. Пусть Слово для каждого из вас, оно станет зеркалом, в которое вы можете посмотреть и увидеть не хорошее, а что-то плохое. Но пусть вас это не смущает. И вы знаете, сейчас уже такое вечернее время, я вам сказку расскажу, подытожу, да, подытожу. Вы знаете, давным-давно в одном королевстве жила принцесса. И у этой принцессы было очень много служанок. И вокруг её служанки все говорили, какая она красивая, какая она хорошая. Но это было так давно, что в этом королевстве ещё не было зеркал. Зеркал не было. И вот однажды на этот путь через её королевство проходил караван верблюдов. И один купец он этой принцессе он продал зеркало. И когда она посмотрела в это зеркало, она ужаснулась. Она поняла, она увидела, что она очень некрасивая, что она просто ужасная. И принцесса что сделала? Она рассердилась и разбила это зеркало на мелкие кусочки. Первая мысль, которая к нам приходит, а при чём здесь зеркало? Я вам хочу сказать, что это зеркало есть у каждого из нас. Это Слово Божье. Это Его истина, это Его заповеди. Это подобное зеркало есть у каждого из нас. почему оно подобно зеркалу? Потому что смотря в Него, изучая Его, читая Его, это Слово, это зеркало, оно показывает людям их грехи, их неправильные поступки, даже их мысли и даже желания, которые у них есть. поэтому давайте каждый из нас просто заглянет в это чудесное зеркало. И если кто-то увидит, что Он не такой хороший, пусть не обвиняет в этом зеркало, пусть не обвиняет Божью инстину, а наоборот, попросит помощи у Небесного Отца. Он очень любит вас и поможет стать вам по-настоящему красиво. Аминь. Слава Господу! Аминь. Спасибо.